В Центре оценивания качества образования подвели итоги тестирования. В этом году в нем участвовали более 267 тысяч людей. Более половины из них успешно сдали экзамены знания украинского языка, истории Украины и математики. Лучшие знания показали ученики Киевской, Львовской, Тернопольской и Харьковской областей. Худшие в Закарпатской и Черновицкой областях. 46% учащихся показали высокие баллы по математике и только 35% из тех, кто выбрал историю Украины. В государственную итоговую аттестацию в этом году засчитывались два предмета. Из них обязательный украинский язык и литература. Лучшие лингвисты оказались в столице и западных областях. Второй на выбор – математика или история. Среди выпускников оказалось больше гуманитария. В 64% сдавали историю, 36% – математику. Количество желающих сдавать математику по сравнению с предыдущими годами не увеличилось. На математику идет определенная целевая группа выпускников, которые наиболее мотивированы и подготовлены. Результаты тестов по математике из года в год не меняются. Кроме обязательных предметов, абитуриенты могли проверить знания еще по 10 предметам. Каждый сдавал те, что требуется при вступлении в ВУЗ. В центре отмечают, в этом году на 10% увеличилось количество желающих оценить свои знания английского. Физикой стало интересоваться на треть меньше выпускников. Лучше подготовлены, как и в предыдущие годы, жители крупных городов, наименее небольших сел. Качество знаний зависит и от типа учебного заведения. Как видим, более подготовлены выпускники общеобразовательных учебных заведений, таких как гимназии, лицеи, коллегиумы, также специализированные школы. Возможно, там лучше организован образовательный процесс. Кроме того, там есть определенные критерии отбора. Эта информация всегда востребована у родителей. Если говорить в разрезе областей, то лучше всех математику сдали в столице и Львовской области. Наибольшее количество высших баллов по географии, кроме Киева, продемонстрировали выпускники из Ровенской и Волынской областей.